Всем нижнеамурцам, всем землякам доброго здравия! В суровом Николаевске-на-Амуре заканчивается наше суровое короткое лето. Уже скоро 1 сентября и для школьников начнутся учебные будни, а 13 сентября состоятся выборы в Совет депутатов городского поселения город Николаевск-на-Амуре. И сегодня мы в гостях в Николаевском горкоме КПРФ и первый секретарь местного отделения КПРФ Анатолий Павлович Войцеповский представит одного из кандидатов в депутаты, в Совет депутатов городского поселения город Николаевск-на-Амуре. Анатолий Павлович, здравствуйте! Здравствуйте! Вам слово! Здравствуйте, дорогие Нижне-Амурцы! В конце августа начались очень большие политические события в нашей стране, связанные с белорусскими событиями, связанные с протестом с выступлением в Хабаровске, а также недавние случаи с отравлением Алексея Навального. Общественная жизнь оживилась. У нас в Николаевске-на-Амуре проходит выборная кампания по избранию наших кандидатов в депутаты городского поселения города Николаевска-на-Амуре. Одним из них является Губин Виктор Павлович, член КПРФ, активный участник, член бюро партии, которому мы хотим видеть в рядах управленцев города. Здравствуйте, уважаемые Нижне-Амурцы! Я Губин Виктор Павлович, баллотируюсь в депутаты городского совета от Коммунистической партии Российской Федерации. Немного о себе. Я родился и вырос здесь, местный житель. Родился в 1961 году. Работал в Николаевском авиапротеприятии, потом работал в Николаевском рэп-флотах. Сейчас являюсь пенсионером. Значит, времени для общественной работы будет достаточно. Все проблемы города, так как я местный житель, знаю не по словам, сам вижу все это, что происходит у нас в городе. Виктор Павлович, а вот такой вот простой вопрос. Почему вы решили стать депутатом? Ну, понимаете, Роман, у меня как бы выработались за всю мою жизнь, свои жизненные позиции. Я считаю, что природные ресурсы должны принадлежать народу. Пенсионный возраст нужно вернуть назад. Мужчинам 60 с женщинам 55, как это было раньше. Также сделать индексацию пенсий обязательной нормой. То, что нам обещают по новым поправкам Конституции. Сделать разумными платежи за ЖКХ. Также выборы губернаторов и мэров прямым тайным голосованием. Ну, а в масштабах города? Понимаете, в масштабах города местная власть ограничена в своих полномочиях. Ну, в основном это связано с недостаточным финансированием. Городу нужны средства. Можно ли в кратчайшее время повлиять на ситуацию? Что конкретно можно сделать сейчас, находясь на посту депутата городского поселения город Николаевск на Амуре? Я считаю, что основным вопросом надо закрепить за органами местного самоуправления право на такую долю налоговых доходов, которые гарантируют им возможность исполнения своих полномочий в масштабах города, по крайней мере. Я хотел бы в заключение сказать, что еще у нас имеется один кандидат депутата, Зиновик Викторович. Это молодое крыло нашей партии, очень активный, деятельный человек. Таким же является активным членом нашей коммунистической партии. Прошу голосовать за наших кандидатов, депутатов местного самоуправления. Приходите на выборы, становитесь участниками управления, проявляйте свою инициативу самостоятельно или через людей, которых вы выбираете на ответственные посты. Жить достойно – это право каждого. Спасибо. Продолжение следует...